В минувшую пятницу Ульянск посетила федеральный уполномоченный по правам человека Татьяна Маскалькова. Рабочую программу омбудсмен начала со встречи с руководством области и председателем областного парламента Анатолием Бакаевым. Обсудили социально-экономическое развитие региона, в том числе взаимосвязь института уполномоченных между обществом и властью. Уполномоченный является государственным органом, но он должен как прокурор, как правосудие, независимо высказать свою позицию по поводу несправедливости решения в отношении того или иного человека или системной проблемы. Высказалась Татьяна Николаевна и по поводу повышения пенсии, отметив, что необходимо сохранить льготы для преподавателей, которые имеют право уйти на пенсию по выслуге лет. Омбудсмен пообещала выдвинуть проблемы на федеральном уровне. Реформа нужна, но в таком виде, в котором она сейчас представлена, она требует изменений. В том числе относительно возраста женщин прибавить сразу же с 55 до 63 лет было бы, на мой взгляд, несправедливо, потому что вот это тот возраст женщины, которая готова помогать своему подрастающему поколению войти в рабочее русло. Но, пожалуй, главное мероприятие в рабочей программе уполномоченного стал прием граждан. К Татьяне Николаевне обратилось сразу несколько человек. Например, у жительницы города Зульфири сын-инвалид, которому по закону положена однокомнатная квартира. Однако при ее получении женщина столкнулась с массой проблем. Ну, нам предложили, конечно, одно жилье на опытном поле, улица опытная. Мы доехали, конечно, до ГАИ-100 и оттуда шли два часа пешком. Вот у нас, в общем, мы отказались от этого жилья и после этого нам ничего не предложили. А вот в семье другой жительницы Татьяны уже много лет проживает родственница из Азербайджана. У бабушки просрочился загранпаспорт, за заменой которого нужно ехать на родину. Проблема в том, что бабушке 97 лет. Мы все-таки свозили бабушку в Москву, в посольство Азербайджана. Они там паспорта не делают, но вот ходатайство их ему. Нам, ну, в общем, паспорт начали делать. И вот сейчас у нас еще проблема. Опять приехал в благодарность им большой выразить. И опять попросить, чтобы нам, эту бабулю, туда больше не везти при получении паспорта. Чтобы просто съездить уже мне там одной и получить этот паспорт. Федеральные гости обращение выслушала и пообещала разобраться в проблемах. К бабушке из Азербайджана, например, для вручения паспорта решено пригласить консула лично. Анна Тищенко, Руслан Баталов. Новости Ульянской правды. Руслан Баталов. Новости Ульянской правды. Руслан Баталов. Новости Ульянской правды.